С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 3 апреля. День вечеринки или день пати? Идея пришла из фантастического романа писательницы Ланны Бонтополёт. Сюжет произведения заканчивается обратным отчетом до даты 3 апреля 2000 года, когда весь мир должен отмечать массовый праздник, объединяющий человечество в одно целое. Как нам это нужно сегодня? Неофициальный девиз праздника – вечеринка – это противоположность войны. О родившихся в этот день 1920 год. Юрий Маркович Нагибин приходит в этот мир. Писатель, кинодраматург. Некоторые его произведения далекое и близкое, председатель «Остров любви». 1923 год – день рождения Светозара Русакова, художника-мультипликатора, который подарил не одному поколению зрителей бессмертных волка и зайца. Ну погоди! И «Поставившие шайбу-шайбу», «Приключения Буратино» и другие мультипликационные фильмы. Марлон Брандо родился в 1924 году. Американский актер. Его своеобразный мощный имидж, бормочущая что-то речь и использование своей системы действий заслужили ему репутацию выдающегося актера. Кстати, сегодня все так называемые актеры, исполняющие роль героев-любовников, используют эти интонации в своем голосе. Всего-то навсего. Ты подходишь и говоришь как-то вкратчиво и тихо. И сразу понимают – это не простой герой, а главный. Вирджил Иван Грисом рождается в 1926 году. Американский астронавт. В июле 1961 он стал вторым американцем, который побывал в космосе, а в марте 1965 стал первым человеком, который совершил второй полет на околоземную орбиту. В январе 1967 вместе с астронавтами Уатом и Чаффи погиб при наземных испытаниях во время подготовки к полету первого корабля серии «Аполлон». 1930 год – день рождения Гельмута Коля, немецкого консервативного политика, лидера Христианского Демократического Союза, канцлера Западной Германии. И вот что интересно – этот человек сыграл огромную роль на уровне Рональда Рейгана в распаде Советского Союза. Помните, когда Германия объединилась. 1932 год – день рождения Михаила Филипповича Шатрова, настоящая фамилия Маршак. Русского советского драматурга он приобрел известность благодаря пьесам историко-революционной тематики. «Больше всего, – сказал он в одном интервью, – я люблю документы. Документы для меня – это не мертвая бумага. Они наполнены страстями, страданиями, кровью». 1948 год – Валентин Дикуль, артист цирка, рождается в этот день, создатель методики реабилитации больных со спинномозговыми травмами. И для исцеления здесь могут потребоваться годы. Но у пациентов появляется надежда в вера в свои силы. А человек, который доказал, что это возможно, всегда рядом с ними. Алек Болдуин – американский актер родился в 1958, в 1961 Эдди Мерфи – американский актер, а в 1971 Анастасия Заворотнюк – российская актриса, театр и кино и телеведущая. Теперь некоторые события этого дня. 1696. В Воронеже спускаются на воду два корабля – 23 галеры, 4 брандера, построенные по указу Петра Первого. Сделано это было несколькими артелями корабельных плотников и солдатами Преображенского и Семеновского полков, которые имели навыки в кораблестроении, приобретенными на постройке судов для так называемой потешной флотилии Петра Первого. 1836 год. Принято решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги. Правда, от Санкт-Петербурга до Павловского через Царское село. Может быть, поэтому ее и назвали просто Царско-Сельской. Позже появится новое название Николаевская железная дорога. 1921 год. Вводится должность генерального секретаря ЦК ВКПБ. Им избирается 43-летний Иосиф Сталин. И пробудет он на этом посту почти 31 год. 1968. Премьера фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея. 2001 год». Впоследствии картина будет признана лучшей в истории мирового кино в жанре кинофантастики. 1975. Американец Бобби Фишер лишен звания чемпиона мира по шахматам за отказ защищать свое звание в поединке с Анатолием Карповым. 2007 год. Электропоездом В-150 установлен новый рекорд скорости для поездов. Фантастика. 574,8 километра в час. Если бы такой поезд ходил от Москвы до Санкт-Петербурга, то можно было бы добраться практически за полтора часа. 2017 год. Теракт в петербургском метрополитене. Взрыв происходит на перегоне между станциями Технологический институт и Стенная площадь. Около 14 часов 40 минут. Взрывное устройство было оставлено в вагоне под сидением. Погибли 16 человек, 87 ранены. Ну и последнее. 1933 год. Русский хирург Вороной проводит первую в мире операцию по пересадке почки. Тогда в приемный покой Херсонской больницы привозят умирающего. Главный врач Юрий Вороной знал, смерть этого человека может подарить жизнь молодой женщине, которая хотела покончить с собой из-за неразделенной любви. Ведь почки умирающего здоровы, только нужно их заменить. Тогда пациентка прожила недолго, но возможность сохранить жизнь человеку с помощью здоровых органов перевернула многое в медицине. Есть тут, конечно, и темная сторона, но есть и главное. У человека есть шанс выжить. И каждый из нас имеет на это право. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.